Вот загрузка. Мы сделали загрузку во время загрузки, чтобы вы могли загружать, пока загружаете. Ну, реально, мод просто... Очень жёсткий в плане того, как он реализован, и не удивлён, что он так долго прогружается, но, в общем-то, это гораздо быстрее, нежели даже в нынешнем АП на матчмейкинге делают пики. И иногда там реально по полчаса проходит, прежде чем все распикают. Ну что, у нас вторая игра, и на этот раз... Так, на двойке у нас, по-моему, играет Бульба, Разор, Койква, Шторм, Тимак, ЕГМ, Синг-Синг, Тускар и... Поиграть на Баньше. Я не уверен, но мне кажется, почему-то, что Йоку играет под ником, ну ясно. Хотя, опять же, я не уверен. Хеллрайзерс Артстайл играет на Зомби. СВН, ГЛХФ. Дубас получается, ГЛХФ тогда. Не знаю, я не знаю. Имьюн, имьюн на Шадоу Дямоне. Ну и все те же правила. Конечно, болеем за Хеллрайзерс, потому что, во-первых, хотим третью катку. Во-вторых, как сегодня видел картинку в Твиттере, Хеллрайзерс, ну выиграйте уж кого-нибудь уж. Да, на самом деле, как бы с шутки шутками, а парни-то хотят выигрывать. И прикладывают много усилий и нервов. И это видно, на самом деле, было и по Дримхаку в Москве, и по, в принципе, потому что стримы Дреда внезапно пропали. Как только он заступил в Хеллрайзерс. Ну не знаю, может быть и постримливает, но я, честно, давно не видел. И тренировки, тренировки, тренировки. Наверняка так. Шадоу Демон плюс... Так, где-то мы это уже видели. Такой же точный заход, как делали сами игроки Тинкер. Ждет ли этого Койкова? Ой, сейчас ему прилетит. Здесь же Шадоу Шаман, но, видите, не подпускает под вышку. Да, тут так долго можно стоять, а Койкова прям как знает. И в спину выходит. Здесь тоже ганговый антимаг садится в шар. И сейчас будет 3 на 3 драка. О, боже мой. Стан в кого-нибудь. Стан влетает. ФБ забирают игроки Тинкер. Койкова тоже падает, но успевает раздать очень много урона. У антимага Блинка нету, но он забирает, тем не менее, Шадоу Демона. Два в один размен. Зачем-то Фортификейшн использует Силы Тьмы. Но, в принципе, сейчас это уже не так важно. Хотя нет, сейчас важно. После того, как снесут Тир-1, он обновляется. Но Тир-1 еще... Да, кстати, очень неплохая линия у Артстайла. Но и Банша стоит здесь более-менее нормально. Зомби сильные на линии. Один на один. Против многих героев. Но вот с Баншей все-таки она особо не подходит. Дикеев ей не накидаешь. Но, как мы видим, зомби стоит просто шикарно. Так, у нас Ромищей... Чего только не увидишь. Ромищей Тускар и Антимаг. Антимаг с сапогом, который просто режет своим монобрейком. Так, Дредд. Дредд не хочет больше бить рекорд по количеству смертей. Но придется накатываться в Дредда. Будет ли закрывание? Нет, закрывания нет. Потому что нет второго левела. И Дредд уходит. Каким образом он вообще мог здесь умереть? Даже если бы вплотную подбежали трое. Трое накатились бы. Без второго левела Тускара. Как вы его закроете? Вот сейчас только получает Тускар второй левел. Подходит Антимаг. Антимаг готов. Закрывают Дредда? Нет. Все-таки успел отойти. И не закрыли. Артстайл тем временем пуширует Тавар. Сюда же выходит Сайлансер. У Сайлансера мы видим третий скилл вкачан. Койку на Клинксе. Койку что-то очень больно. Сенкинг его видимо пробил. Антимаг забирает Баунти Рун. С Баунти Рунами кстати играть в такой мод еще веселее. Ну потому что хоть какой-то дополнительный фарм. Вообще роуминг очень сильно подняли за счет этих Баунти Рун. Так, где-то мы это уже видели. Опять выходят двое сверху, двое снизу. Но у Свена ТДД. Свен готов. Ждет Курьера. Накат пошел в Сенкинга. Он уже потратил станчик. Есть ли просветка? Да, просветка конечно же имеется. Стан от Свена неплохой. Но Клинкс забирает все-таки фраг. Койку достается. Свен минус вся мана. Ставит вард антимаг. Перед тем как закончить все это безобразие. Последняя тычка. И минус. Да, что-то у нас попахивает 2-0 судя по всему. Разор с фейзами. Насасывает у Дреда. Возвращается Найт Сталкер уже на мид. Арт Стайл. По-прежнему вот эта вот линия была нижняя. Теперь это линия верхняя. Линия терпил. Арт Стайл на зомбаре. Дес Профит от Пайката. В тот раз Пайкат играл в лесу. И там терпел очень долго. Бульба. Но в этот раз Бульба на Разоре тоже на самом деле терпильная линия. Такая получается. Пока мид у нас и роумеры развлекаются вовсю просто. На всю катушку летают по всей карте. Ну, кстати говоря, такая игра-то приносит успех. Посмотрите на Синг-Синга. Он в первой игре топ КДА. И во второй игре пока что топ КДА. На Тускаре, который роумит вместе с антимагом. С антимагом. Не, ЕГМ, конечно, Наверное, чувствует себя отлично. Он покупает ворды, просветки, качает блинг и мана брейк. Ему норм. Найт Сталкер. Вот это классная моделька Найт Сталкера. За это я и люблю вторую доту. Просто кастрированный какой-то, я уж извиняюсь за выражение. Синг-Синг. Синг-Синг не добивает. Свен подходит, но антимаг успевает блинкануться. Стан под себя. Живет ли шаг Стики. Но все-таки Найт Сталкер не отпускает. Имьюн. Имьюн легенит ману. Здесь же осел. Осел, имьюн. Осел, имьюн. И ЕГМ. Найт Сталкер бежит дальше. И добивает антимага. Все-таки Найт Сталкер не отпустил. Проблема некоторая у имьюна. Последняя тычка, но Койква отменяет ее. Пошла просветка. Эмбер Спирит. У Синг-Синга нет только не Эмбер Спирит. Пожалуйста. Он реально силен на этом герое. Ну хотя без артов Эмбер Спирит, да и без левела-то без особого не такой страшный совсем. Имьюн уходит на базу. Уходит на базу у нас Свен. Так, ну что, 29-12. У Троля 10-1. Да, у Дреда на линии проблемы. Ищет, ищет Разор. И находит. Надо делать ТП домой. Да. Дред делает ТП, но не домой, а на вышку, чтобы сильно много не терять. Тем не менее. Минус 135 золота в ситуации, когда ты добил всего-навсего 11 скрипов. Это не очень круто. Так, в то время как у Разора здесь уже гораздо больше. Так, и кажется, к Разору выехали. Загораются огни. Да, ну, с Найт Сталкером реально что-то не так. Убейте его побыстрее. Он не хочет, мне кажется, жить в таком обличии. А было время, ведь помните, было время во второй доте, когда... Так, смотрим. Нападение на Разора, но здесь все ждали, все читали. Синг-Синг поджигает пукан. Лишраку, Лишрак уходит. Екс. Кто это? На Найт Сталкера минус Лишрак. Проблема у Синг-Синга. Синг-Синг использует стики. Все, Синг-Синг должен отъехать. Последнюю тычку-то сделайте. Минус Синг-Синг. Хорошо. Но куда-то бежит дальше Найт Сталкер. Не остановить Найт Сталкер. Получает стан Найт Сталкер. Разору немножко страшновато. У него слишком мало ХП. Не хочется ему сливаться. Слишком хороший герой Разор. Тем временем у Арт Стайла проблема. Арт Стайл может отъехать. Койкво с дабл дэмэджем не оставляет никаких шансов. Абсолютно. Минус Арт Стайл на топе. Но, кстати, игра-то. Игра-то идет более-менее равная. 34-36. Такого преимущества нет, как в первой игре. Так вот, помните, когда только начали вводить шмотки, герои бегали там просто полуголые какие-то. Да, вообще изуродованные абсолютно. Фурион, от которого только какой-то ватник. Вот реально ватник. Фурион в ватнике. Кто там еще был жесткий? Вот Найт Сталкер как раз такой был. Ну и все герои, которые, в общем-то, на которых были шмотки, они выглядели именно вот так вот. Мидас. Ничего не меняется у Койквы. А тем временем Дредд готовится отъехать. Плазма Филд. Живет Дредд, но попадает под стан. Хекс тут же использует Леон. Леон уже вряд ли отсюда уйдет. Ракета и минус Леон. Стан Синг-Синга. У Синг-Синга проблемы. Синг-Синга тоже должны забирать. Найт Сталкер забирает его первым с пылом. Ну что, тем не менее, Дредд отъехал. Что у нас пока что из неотъехавших? Свен и Свен, Банша и Разор. Как-то так это все выглядит. Ну, Пайкат не отдаст Баншу просто так, это явно. Но и Разора тоже отдавать не хочется. Два очень сильных героя по нынешней мете. Ими вообще в любую доту играть достаточно комфортно. И в такую вот беготню, и в нормальную. Компетити в доту с кучей фарма. Ну, что-то, что-то показывает нам. Синг-Синг, Синг-Синг явно чем-то недоволен. Арт Стайл, Блуд Сикер. Пошла ульта на Разора. Но Разору как-то вообще абсолютно фиолетово на эту ульту. Он просто убегает под Тер-2 вышку, не дает себя бить. Энчантерс тем временем падает у Тинкеров. Койква приходит на мид у Койквы. Да, но у Койквы пока нечем напасть, чтобы реально нанести много урона. Ну и 33-33. Счет верхней вышкой сейчас упадет у Редиантов, если они ничего не придумают. Вертификейшн это уже что-то. Продолжает фармить Клинкс. А у Клинкса есть же еще ульта. И с ультой-то, конечно, фармить ему очень комфортно. Потому что добивает еще крипов. Съедает их ультом. Продает медасом. Фармит очень быстро. Плюс урона у него с руки достаточно много. Тем временем Деспрофит забирает все-таки вышку на топе. Не успевает сюда не перетянуться никто. Блудсикер подходит. Сразу загорается 2 ТП. Пайкат и реальный шанс есть убить. Пайкат уходит. Делает ТП. Да. И в итоге минус вышка, минус 2 ТП. Кучу времени, кучу денег потратили. Пайкаты не убили. Пайкат доволен. Воет. Воет и Клокверк. Этими ребятами еще сложнее ромить. Поэтому они решили все-таки немного пофармить. Счет-то ровный. Счет-то 33-33. Никто вперед у нас не выходит. А рарки поставили 75% на тинкеров. Это я вам точно говорю. Чекал сегодня. Рарки-то горят. Но пока что горят рарки только у 25% фанатов Дреда, видимо. И Артстайла. И вообще Ашер организации. Да, ну и две вышки спушили. Правда, в ответ Хеллрайзер забирает тоже одну вышечку. Барабаны, конечно, у Розора. Конечно же, барабаны у Баньши. И соулринку Койква. Койква хосту себе берет. Да, Койква, конечно, очень круто отфармлен. Вот посмотрите на Нетворс. У него на тысячу, даже больше, чем на тысячу, больше, чем у Тоньжи Баньши. Вот он продает одного Мидасом, одного съедает ультимейтом. Получает бонусное золото, бонусную экспу. Найт Сталкер. Найт Сталкер без крыльев, просто урод. Найт Сталкер урод. Арт Сталкер забегает, Арт Сталкер минус Арт Сталкер. Синг-Синг его разрывает. И выходит вперед, наконец-то у нас хоть кто-то вышел вперед. Хукшот мимо. Найт Сталкера нужно забирать. Найт Сталкер-то очень много проблем доставляет. Койква бежит за ним на хосте. Но у Найт Сталкера муспит всего лишь на 20 меньше. Койква, прогрызите кто-нибудь елочку, пожалуйста. Съедает крипа. Переключает БТ-шку там. Вояк, тем временем, отправляется в таверну. Дурет сел на Дума. Ну а Пайкат продолжает развлекаться. Вот что он делает с ТВ-рами. Очень неприятный герой Дес-Профит. Просто постоянно пушит. В такой вот активной сумбурной доте она, конечно, очень сильная. Постоянно пушит эти ТВ-ра. Постоянно давят. Морально. Дум покупает Мидас. Кстати говоря, тоже герой, за которого можно очень круто расфармиться. Бристлбэк, Найт Сталкер и Дум. И Свен еще, который до сих пор еще ни разу не умер. У нас Свен. Баньшайр Азор. Три героя, которые еще не умирали. Вообще, конечно, гораздо более спокойная игра, нежели первая. 12 минут у нас всего-навсего по 8 фрагов, стоя с другой стороны. Да, вот это вот герой не лучший для такого мода, явно. Во всяком случае, в начале игры. В конце-то, может, он и поиграет неплохо. Так, Синг-Синг. И Бульба. Ракеточка попадает, и Мьюн уже никуда не уходит. Синг-Синг таких не отпускает, ребят. Плазма Филд. И Разору достается фраг. А Синг-Сингу остается путешествие в таверну. Очень быстрое. Очень быстрое и практически бесплатное. Очень дешевое. По горящей путевке. Тимберсо, тем временем, у ЕГМа. Но это вообще не то. Тоже, что ему хотелось бы, наверное. Хотя, почему? Герой неплох. Но шмоток нужно побольше. И левел побольше. Морф. Все еще Банша жива. Как же много от нее проблем. Минус вышка. Забирает Пайкат еще один тавер. Это 3-1 по таверам. Синг-Синг на Сларке. Чуть-чуть не достает до Найт Сталкера. В противном случае могли бы быть большие проблемы. Банша находит Дума. Но у нее включен ультимейт Дум. Фактически в никуда сейчас был потрачен. Потому что сейчас вернутся Духи. И они отхилят Баншу по полной. Она даже ХП толком не потеряет. Духи возвращаются. И Дум заканчивается. И Банша фуловая абсолютно. Разор врывается. На кого врывается Разор? Сларк здесь же. Сларк играет роль инициатора. Морф. Свен. Все убегают. Найт Сталкер. Морф. Свен. Хоть кто-нибудь спаситесь. Нет. Минус имьюн. Свен. Первая смерть. Все. Теперь все умерли. Хотя бы по разу в команде Хеллрайзерс. И уже на целых 4 фрага впереди. Баунти Хантер получают. На 4 фрага. На 4 вышки. Шансов увидеть третью игру у нас все меньше. Вот он. Чувствуете как косарь уплывает? Блин. Все проходы переделали. Просто все проходы переделали. Реально. Дота совершенно другая игра теперь станет. Да. Попытка убить Пайката. Но как-то вообще Пайкат после войда тут же делает ТП. И ничего эта попытка не приносит. Яша тем временем у Разора. Можно посмотреть графики. Ну ладно. Не будем. Не будем портить интригу. Ну. Покажу. Покажу. Все-таки. 7500 ведут у нас тинкеры. По экспе. По голде. По всему. Рассветка пошла. И ревадж от Тайт Хантера. Очень неплохой. Медуза ультует. Большие проблемы у Тимбера. Тимбер. Неужели уйдет Тимбер? Да. Кажется Тимбер уходит. Нет. Его находит Найт Сталкер. Минус. Тимберсо. Минус Тайт Хантер. Разор врывается. Последняя тычка. Нет. Захиливают чем-то. Разора в последний момент. И он выживает. Сларк. Врезается в битву с Найт Сталкером. Койкова уходит на лоу ХП. Это минус 4. Остается только Медуза. У Сларка через 4 секунды будет прыжок. Попадет или нет? Синг-синг. Да. Но тут сложнее промахнуться по-моему. Это Тимвайп. Это Тимвайп. И тут же Пайкат запускает свой ультимейт. Это минус Вышка. Вышка падает очень быстро. От 2 ульты с 4 вичкрафтом. Еще куча крипов. Заяц в фортификейшн. Но ненадолго. Сларк забирает Тавр. Баньша покупает Юл. Все. Пайкат уже уверен, что он на Баньше доиграет эту игру практически до конца. Но на самом деле он близок. Он реально близок к этому. Потому что все очень хорошо и у Баньши, и у Розора. 3.05. 4.06. Синг-синг. Все еще топовый КДА. Несмотря на то, что он играл вообще на каком-то непонятном тускаре. На ком только Синг-синг не играл. В этой игре он все равно больше всех убил. И больше всех заассистил. Чувствуете, где сила-то? Этот азиатский голландец. Или голландский азиат. Я не знаю, как правильно. Он реально жесткий. Что-то все очень скромно. Особенно 0.4 спектра. Ну, кстати, нет. У спектра и Мидас все нормально. Мидас, Виталити, Бустер. Спектра живет. Баньша снизу. Совсем одна. Страшно. Разорж Саши, Яши и Клинкс. Да, у Клинкса орки. Ну, вот реально, сейчас этого Клинкса убить, ну, очень тяжело. Учитывая, что у тебя все время герои меняются. Пошла ульта спектра и Пуджи телепортируется домой. У нас Дредд. На Бэтрайдере. Гирокоптера забирают. Стайл выживет. Абадон получает фраг. И Синг-Синг залетает здесь в стройку. И Мьюн. Попытка телепортироваться. Удачная. Сон заканчивается. Сларк бежит дальше. Пошли барабаны. Сларк на фейзах. Сларк в одну сторону. Разор в другую. Нужно бежать налево. Все правильно. Тем временем поймали спектру. Спектры. Проблемы с Сайланс. Минус Артстайл. Койку. Откидывают чуть назад. Есть лассо. Но не достает. Койку слишком. Абадон с ТП уходит. Опять Earth Spirit. И опять у Hellraiser. Он как бы Дота говорит. Вот ваш шансик-то. Куда-то не туда покатился Earth Spirit. По-моему только что. Разор все еще жив. Саши Яши получает ульту. Еще, еще, еще. Забить Разора. 170 хп. 150, 140. Нет. Кажется выживет. 50 хп. Просто 50 хп. От Зевса срочно кому-нибудь. Койку. Кидает Сайланс. Последняя тычка. И минус Авадон. Да, Клинкс, Death Prophet и Разор собрались эту игру, видимо, доиграть до конца. Очень серьезно уже ведут Тинкеры. Теперь счет становится 17-29. 17 респаунов остается у Вашер. Чтобы как-то изменить ситуацию. Ну блин, против таких героев с такими артефактами это реально тяжело. Они просто контролируют игру. Они продолжают пушить. Они давят. Они покупают себе новые артефакты. Что? Второй Медас на Клинксе. Не, ну а что, скорость атаки дает, дает. Вы знали, что второй Медас дает 360 голды за проданного крипа. Вместо 190. Инфа соточка. Видимо, с такими словами Койква купил себе второй Медас. На самом деле, конечно, нет. А то сейчас мне тут... Два Медас. А, я понял. Это на случай, если тебе выпадет лон-друид следующим героем. Ты вызываешь Медведя, и они реально работают. Слушайте, а это тема. Бетрайдер цепляет ДК. Бетрайдера поднимают в воздух. Взлетел широко. Вот это ульта от СФа. Как же мне нравятся ульты от СФа, когда нет душ совершенно, и ДК выживает. ДК выживает, а темпларка не выживает, на которой играл Артстайл. Ну и что? Дагон покупает Пайкат. Ну и сейчас будет заход просто-напросто по миду. СФ, у которого три заряда. Это ульта вот сюда. Ульта вот сюда. И то он третий заряд получил только в драке. Поэтому это была ульта вот сюда и вот сюда. Две полосочки. Каждая наносит сколько? 120 урона. Вот это ульт. Синг-синг запрыгивает. Дреда минус Дред. Пошли Кайлы. Койкву схватили. Шанс убить Койкву. Койкву положить с двумя Медасами минус Койква. Рош. А вот эта игра, кстати, реально рискует закончиться раньше, чем успеют на фиде Тикилрайзер. Просто могут снести трон, потому что еще целых 16 спаунов. А бараки-то на миде вот-вот уже упадут. Сайланс попадает. Шифт не удается как следует скастовать у нас. Паку-паку умирает. Деск-профит идет дальше. Деск-профит шекл привязывает, но возвращаются духи. Как же жестко ее подхилило сейчас. Боже мой. Деск-профит что творит? Нет. Минус Деск-профит. Минус СФ. Арт-стайл. Таверня. Арт-стайл, несмотря на хил Чена. Выкупается у нас Пайка. Тут же бежит обратно. С догоном селедка. Селедка с догонными ветрами. Вот так вот. И пока что у нас единственный за две игры, кто сумел сыграть на ноль, это Бульба. Ну во второй игре. В первой, конечно, он там нафитил тоже. Как и все. Прент. Да, есть. Амплифай дэмэдж нужно вешать на Тинника. Вешает на Тинника. Как же больно дамажит Пайкат. Тем временем ДК заходит на базу. Дредд. 39 хп уходит. Тинника поднимают в воздух. Селедку просто. Иди погуляй. Пайкат. Некоторые проблемы, кажется, сейчас будут. Гречка и Пайкат умирает. Кунка. Продал второй Мидас, судя по всему, Койква. Купил себе Сайленс. Вставляет блинг. Или купил себе блинг. Не знаю. Ну и первая смерть также у нас у Бульбы. Он у нас попадает на визажа. Визаж с Сашей Яшей. Тоже такой себе вариант. Но Саша Яша лучше, чем ничего. Визажа засыпают гречкой. Визажа падает на него сверху. Женщина в плаще. Минус визаж. Синг-синг с Момом. Готов врываться. Пять секунд. Ему еще нужно подождать. Пять секунд. Синг-синг. Какой сейчас будет корабль? Боже мой. Лодка в одного Дредда только въезжает. Крест получает Дредд. Сларк сгрызает Дазла. Боже мой. Взрывают Сларка на ровном месте. Получил какой-то тонну урона, по-моему, сейчас. Артстайл. Артстайл наступает на сентри. Артстайл получает Сайленс. Поднимается в воздух. И умирает. Крест. У Огра совершенно нету маны. Дредд. Куда же ты? Дредд. Куда же ты? Синг-синг. Торрент отличный. Синг-синг дает тут же ультимейт, чтобы как можно сильнее продамажить Тинника. И ультой аппарата это сверху все полить. Замайонезить. Да, респауны подходят к концу. После того, как рестнутся все герои мертвые на данный момент, останется пять респаунов. Минус мид. Баньши нету, ломать некому. Есть ДК, который может ломать неплохо здание. Надо бонус, что если одна команда не успела нафидить, и им сломали трон, то... Две тысячи долларов получает победитель. Да, я думаю, организаторы не будут согласны на такую меру. Ну что, тринадцать фрагов осталось сделать. Даже двенадцать фрагов осталось сделать команде Тинкер. Джиггернаут у Дреда. Вот это норм. Джиггернаут должен запрыгивать. Брюмастер запрыгивает. Пошла ульта. Где же Джиггернаут? Кунка. Посадил на крест. На крест. Легион командора. ДК минус. Теряет гем. Шейкер в воздухе. Шейкер ничего не успевает сделать. Шейкер минус. Хорошо. Минус два. Поднимаю Дровку. Минус три. Корабль в бухту пошел. Кунка запрыгивает ульта аппарейшена. Вот это вомба-комба от Тинкеров. Койква. Возвращается на кресте. Нет, все-таки добивает его. Чем-то Джиггернаут бежит за Дровкой. И Дровка все еще жива каким-то образом. Непонятно. Получает стан. Умирает. Все. Теперь никаких несправедливостей нет. Дровка также отъезжает, как и все остальные. Остается один только аппарат. Но респауны-то кончаются. У Тинкеров еще целых двадцать три респа. У Пайката очень много денег. Четырехкратный мультикаст в табло взлетает от огра. И Пайкат отправляется в таверну, несмотря на все свои итемы. Снайпер. Останется семнадцать респов. Семнадцать против двух. Ну, по Икспе-то нормальный такой камбэк. Да и по золоту, посмотрите, с двадцати тысяч на меньше, чем десять перешли. Можно играть? Можно, Ашер. Надо давить. Мне кажется, в этой доте можно реально покупать Аганим, потому что он идет почти всем героям. Феникс, хорошо. Вот Феникс уйдет теперь Аганим. Химику, правда, не идет. Что это прилетело? Колечко кому-то прилетело. Колечко для Дреда? Не знаю, это кого колечко. Аганим собирает Дред. Колечко полетело. Это для... Ммм, для Артстайла он купил себе Кримсон Гард. Синг-синг. Приплывает Синг-синг. Да, Синг-синга тут не прощает. Артстайл прыгает. Еще и Снайпера сейчас заберут. Снайпер. Так, падает Снайпер. Голема от Варлока. Ну, Варлок-то один. Пайкат на развороте. Его можно принимать. Запирают Алхимиков в кусты. Банка влетает. У Пайката проблемы. Пайкат миллионного левела. Догон. Он сейчас на развороте может очень больно продамажить. Поднимает Алхимиков в воздух. Подхиливается. Уходит. Вайбер сгрызает Феникса. И Догон в табло. Собственно, никуда ты не уйдешь. Все. Не осталось респаунов. Через 40 секунд мы узнаем, кто будут последние два героя Ашер в этой игре. Но Джиггернаута, Огра и Братрума терять уже нельзя. Они не рестнутся. Слушайте, а это еще камбэк ведь по золоту? Да, да. Вот он. Вот он. Камбэк ушка. Ну как же тяжело. Особенно против этого парня. Он по-любому накеляет. Четвертый Догон. Огра-то с агонимом. Джаггер с агонимом. Братрум тоже будет с агонимом. Феникс будет с агонимом. И ОД будет с агонимом. У Дреда проблемы. Нет, Дред. Дред разультился куда-то не туда. Да. Все. Дреда в этой игре больше нет. Койква. Забрали койку. Синг-синг. Есть еще ульта. Пайкат подходит. Как же больно сейчас. Пайкат будет раздавать. Артстайл. Нет, Артстайл живет. Убили Рейс Кинга. У него не было маны. Он потратил куда-то всю свою ману. АД ОД сжег ему скорее всего ману своим ультимейтом. Пуч. Запрыгивает с блинка. Магнус. Есть РП. РП в двоих. Имьюн. Падает. У Артстайла также проблемы. Кринстон Гвард на кулдауне. Это минус Артстайл. И остается у нас два героя. Ну пока что против двоих. Но впоследствии это огромное количество. Огар. Шадоу Блэдея. Первый стан пошел. Где мультикасты мои? Один, два, три хорош. Тройного хватит. Еще один тройной. И еще один тройной. Хорош. Просто выписал. Джекпот. Слушайте. Огар реально становится силой. Девять. Два героя Хеллрайзер против девяти героев. Девяти респаунов, грубо говоря. Элдер Титан. Рубик. Это все фигня. С этим можно. С этим можно биться. Элдер Титан не проблема. Рубик тоже. Огар и того и другого сожрет. Дошла атака. Атака в смоках. Синг-синг. Хорош. Синг-синг. Делай раз. Ликан выкупается. Да. Ликан это уже хуже. И висп. Висп фигня. Ну правда догон. Вот этот догон опасный. Реально опасный. Ликан с Момом. Реально. Реально. Просто идут по миду. А тут какой-то супер хитрый ганг был. Планировался. Встретить Урсу. Урсу забрать первый. Ну. Увидеть ее здесь нужно. Уходит. Уходит. В инвиз. Не видят Урсу. Видят Урсу. Ах. Сразу просто. Стан в Рубика. Первый. Второй. Рубик захиливает его. Вист. Минус Никс. Минус Огр. Все. ГГ. Огр дрался. Как лев. Косарь баксов отходит у нас за бугор. Ну в смысле остается за бугром. И побеждают нас со счетом 2-0. Тим Тинкер в этом матче. Я не знаю будут ли еще подобные встречи проводиться. Но я так смотрю всем интересно. 10к народу у меня. Я не знаю сколько там у Beyond the Summit. Ну если будут. То обязательно. Да. Там 28 вообще. Им норм. Обязательно будем комментировать. Смотреть с вами эти интересные матчи. С вами был MailStorm. Пока что еще не прощаюсь. Пока что я заканчиваю так сказать этот матч. Поздравляем.